Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. И вот вопрос поступил о диаметре дымохода. Какой оптимальный диаметр дымохода? Ну, как говорится, чтобы не пугать производителей, я скажу так, что оптимальный диаметр дымохода тот, что описан в паспорте изделия. Оптимальный. А какой лучше? Тут уже нужно смотреть условия, в каких устанавливается высоту дымохода, какой у вас ветровая нагрузка, откуда у вас действует вот этот ветер, все. И понятное дело, что если у вас не задувается дымоход, если у вас реально дымоход высокий, то вы можете даже сэкономить на диаметре. Как некоторые говорят, у меня диаметр 120, ну поставьте на него 115. Вот тут большого различия не будет. 120, 115 вы реально, как говорится, получите дешевле дымоход, при том, что можете, как говорится, взять даже его более толстый, более качественный, и получить тот же эффект, что на 120. У некоторых есть 130 дымоходы, 140, даже встречаются 150 дымоходы. Но это уже надо смотреть по месту, на печи, какая у нее производительность, все. И вы же, как говорится, берете дымоход, допустим, тот же взять 150 берете, а потом ставите шибер, потому что у вас все в дымоход улетает. Вы можете с таким же успехом заузить дымоход на 115, и не надо никакого шибера. Получить больший эффект, мягче режим печи. Да, в какой-то момент, может, у нее разгон будет меньше. Я не говорю о той печи, какая конструкция печи, это трудно сказать. Но реально, я вам так скажу, если печь, ну, допустим, на 12 кубов, на 115 работает, а печь, которая имеет 30 кубов, тоже на 115 диаметре, тоже эффективно работает, и почему же мы на печь 12 кубов не можем поставить меньший диаметр дымохода? Конечно, можем. Просто-напросто надо вот к этому грамотно подходить. Конечно, экспериментировать самому человеку, это сложно, конечно, это тянет за собой затраты, каждый человек боится эти затраты сделать, потому что вдруг придется переделывать, а он уже потратился деньги. Но по опыту я вам скажу, что если у вас нет никаких там задуваний, у вас нет никаких там реальных сопротивлений больших, много поворотов, прямой дымоход, и дымоход более 5 метров, уже можно сразу говорить, что его можно немножко заузить. Эффект вы получите тот же самый, что и на дымоходе большего диаметра. Но реально вы сэкономите. Плюс тому, что, как говорится, если вы правильно научитесь топить, как часто у нас бывает, берут печку, забивают, ее сразу зажигают, и вот она через силу пыхтит. Конечно, огромное количество сажи, копоти выкидывается в первый период, пока не прогреется печь. И вот эту сажу и копоть, конечно, нужен огромный дымоход, как мне говорят, пока не прогреется дымоход. Да его попробуй еще прогрей. И сколько сажи у вас отложится. И реально, как некоторые приглашают, у меня, говорят, печь до последнего работала хорошо. А когда пригласил, а у него там и черенок от лопаты уже не пролазит. А до этого работала хорошо. Значит, у него был там, как говорится, диаметр 80-90, она работала хорошо. И вот когда уже стало 40, она уже не стала работать плохо. Поэтому вот сами подумайте, поэкспериментируйте. Плюс тому, меньше диаметр дымохода лучше прогревается, меньше зарастает сажей. Это тоже важно. Это тоже нужно учитывать. Поэтому всегда смотрите на то, что у вас за печь, и что вы хотите от нее получить. Ну и в каждом индивидуальном случае давайте индивидуально подходить к вашим вопросам. Ну вот так. Следите за нашими выпусками. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok